Здравствуйте, дамы и господа! Мы завершаем этой серии выкладывать фото-видеоотчет о нарисовании вот такого небольшого рисунка длительного рисунка мужской сидящей фигуры и в этой серии у нас будет, видимо, некоторое уточнение деталей но, впрочем, как это обычно и происходит я всегда стараюсь напоминать нам, что когда мы уточняем какие-то детали мы должны в первую очередь смотреть не просто как бы их получше проработать а как это все укладывается в целое потому что очень часто мы об этом можем именно в момент проработки деталей забыть таким образом целое разрушить а лучше бы нам даже детали не проработать но зато целое показать этот момент для нас очень важен и еще раз напоминаю, что наши ролики посвященные рисунку фигуры человека они не предназначены для тех кто не прошел все предыдущие стадии обучения такие как самые азы академического рисунка это предметный мир, натюрморты, гипсы головы, портрет то есть наши ролики предназначены для тех кто обучается академическим рисунком уже вплотную не менее 2-3 лет и больше ну вот здесь вы видите, что мы немножечко пытаемся дать какой-то фончик так в общем не особенно подробно а как бы слегка таким образом он у нас из сильного акцента на конструктивное решение и как бы такую достаточно условную тональность он у нас имеет шанс получить тональность чуть более конкретную напоминаю, что мы все время балансируем на самом деле между реальной тональностью и между условной тональностью, но зато акцентом на передачу формы потому что мы считаем и то и другое очень нам важным то есть нам важно в учебном рисунке когда это касается портрета и фигуры человека важно стараться делать все-таки акцент на разбор формы первые годы, а уже позже если хочется то можно делать акцент на тональности с одной стороны, с другой стороны если мы не готовим скульпторов, не готовим дизайнеров ага, в случае если мы готовим все-таки живописцев то мы должны тем не менее тон все-таки подключать потому что иначе будет тоже нонсенс во всем этом конечно может возникнуть вопрос а собственно нельзя ли нам также часть рисунков выполнять сразу же от тона от пятна я думаю, что это также было бы хорошо, полезно и необходимо просто в случае именно с нашим каналом я как-то все время забываю о том, что такие рисунки тоже надо делать вот и практически таковых у нас так и не было еще снято вот, ну вот видите, там немножко еще фон был чуть-чуть подтушеван где-то все-таки мы делаем обводку конечно, этот элемент немножко декоративный но тем не менее он нам позволяет оторвать объект любой от того, что за ним то есть будь то фигура, человекопортрет или глиняный горшок любая обводка, она всегда позволяет нам оторвать объект от того, что за ним находится вот, ну тут какие-то измерения, видимо я смотрю, что у нас с общими пропорциями головы и что с пропорциями головы по отношению к фигуре то есть небольшая или она не маленькая вот, это связано с тем, что сама фигура, она получилась немножко мощноватой хотя, конечно, не такой мощной, как вы видите ее сейчас потому что сейчас просто съемка идет под углом снизу вот в данном отрезке, да а через полторы минуточки у нас уже будут фотографии там, где мы можем более-менее посмотреть на этот рисунок без искажений вот, напоминаю также, что рисунок наш не предназначен для рисования с экрана а больше все-таки его предназначение рассказать немножко о возможной последовательности работы вот, вот сейчас вы видите, что мы еще немножко разбираем формы, да продолжаем разбирать формы, прямо это видно на глазах, как это происходит на плече там появился кусочек вот, хотя в общих чертах оно вроде как все и разобрано понимаете, вот, и теперь дальнейшая уже работа, она будет, конечно, связана с переходом в более тональное решение, но только с тем, чтобы этот разбор форм не утерять вот в этом как бы некая сложность то есть просто скопировать тон относительно легко просто разобрать форму при очень условном тоне тоже легко а вот синтезировать то и другое, это требует некоторых усилий но это нам и полезно сейчас еще немножко дается какой-то фончик чуть-чуть и вот, собственно говоря, немножко зеленоватые почему-то фотографии вот так приблизительно все это дело выглядит честно говоря, мне всегда, когда смотрю самому хочется все это дело переделать потому что вижу одни лишь недостатки вот но собственно говоря, что у нас далее да, вот сейчас мы будем, видимо, по всей фигуре смотреть отдельные моменты вот видите, там фон появляется между рукой и корпусом да, и сразу все садится туда, в глубину вот конечно же именно рисунок с фоном мы даже вправе больше называть рисунком со средой то есть, по сути, мы когда добавляем фон мы добавляем не просто фон а ту среду, в которой фигура сидит то есть, это не просто за какие-то декорации сзади а это как бы некое такое пространство, в котором она находится можно так сказать даже воздух, который фигуру окружает вот, и поэтому как только мы какие-то части решаем помягче у нас, собственно, сразу вот это ощущение воздуха появляется ну, вот видите, сейчас за счет того, что появляется фон, у нас освещенные части на фигуре, они начинают выделяться то есть, так они были одного тона с бумагой, да, и выделялись темные вещи а сейчас средний тон, он становится темнее, чем тон бумаги и, соответственно, начинают выделяться светлые части по крайней мере, вот в том участке, где фон уже появился немножко уделяем времени времени подиуму, да изображению подиума всегда, конечно, вопрос, стоит ли на это тратить время хотя если нам говорить о каких-то в дальнейшем костюмированных постановках со средой, то, конечно да, оно того оно вполне оправдано если же говорить о постановках именно с обнаженной фигурой то, поскольку акцент становится именно здесь на изучении форм тела по сути-то, да вот, то, конечно, среда для нас имеет здесь весьма условное значение но именно, что вот, ее прорисовка но, тем не менее, когда мы ее немножко даем да, у нас появляется, как бы, возможность саму фигуру решить как бы, в среду в среде этой решить, да то есть, посадить ее туда сделать ее более воздушной вот, что, может быть, по-своему тоже полезно ну, немножко фон, да чуть-чуть в данном случае ну, там просто у нас собственно говоря, параллельно шла другая постановка и поэтому висел такой щит на на раннее средневековье такой обычный круглый щит и вот как-то он немножко пришелся в тему такую вот но, с учебной точки зрения тут, смотрите, какой момент то, что мы фон делаем, как бы, более мягко, да это, наверное, самый общий тезис который, как бы, не обязателен но, в общем-то, вполне логичен мягко, не обязательно, что светло то есть, даже если какой-то темный фон но мы его решаем сам по себе не имеющим каких-то, каких-то сильных контрастов которые нам забили бы фигуру, да вот, а поэтому у нас получается, что отношение к фигуре и контраст там в ней одно причем тоже разное, да то есть, мы вот коленки, которые выходят как нам показать, что они выходят вперед по сути, только одним способом это сделав коленки поконтрастнее, чем торс вот, а фон мы делаем еще мягче, чем соответственно, чем торс вот, в каком-то смысле, можно сказать, что у нас возникают три плана да, таких достаточно близких друг к другу но, тем не менее, то есть, первый, передний план это у нас коленки, да, ну, может быть стоп стопа там ближняя, да средний план это фигура, хотя допустим, там, рука с кистью она там, где-то между передним и средним находится, да, вот предплечье вертикальное вот, и дальний план, это как бы вот как бы уже фон, который мы как бы решаем более мягкими прикосновениями то есть, не делаем там какие-то резкие контрасты, да да, был он вперед не лез вот, ну, в общем достаточно понятные вещи, да и наверное, из общих соображений, чтобы был воздух, да было ощущение пространства вот, стоит ориентироваться в основном на такой вариант сейчас будут фотографии, да ну, вот как-то так, да ну, соответственно, здесь просто мы какую-то механическую часть работы делаем, то есть, это все, конечно можно не делать, то, что вот сейчас, да тут с подиумом как бы совершенно не обязательно единственное, что, конечно, сейчас налицо момент некоторой пестроты внизу, да, то есть, то, что у нас стопы получается с мелкими контрастными пятнами и сам подиум тоже, вот этот момент не очень как бы хороший, то есть мне бы стоило, конечно что-то там подстелить, наверное, более темное, чтобы или наоборот нарочито более светлое, чтобы стопы они более цельно смотрелись вот а так, в принципе, ну, там берется какой-то общий тончик и 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 размазывания пальцем либо надо следить за тем чтобы просто тыкать пальцем только в поля не попадая на рисунок ну конечно не очень удобно но с другой стороны за счет минимизации площади да то есть прикосновение только более-менее кончиком до пальцем в принципе этот момент сводим к минимуму да там где-то какая-то граница ну естественно что можно эти участки еще протирать ластиком еще прорисовывать при желании то есть вполне себе это возможно и полезно какие-то тут момент тоже но тут надо смотреть понимаете вот проблемы конечно возникают в некоторой механической работе да потому что начинаем заниматься перечислениям что полезно да и так далее но именно при условии что это все в большое как складывается вот ну с другой стороны конечно на этой стадии особенно также актуально как и всегда это именно что отходить от рисунка да это я себе говорю да потому что все мы увлекаемся все мы забываем всем не видим общее и отходить каким образом да то есть самое ну достаточно важное конечно это во время работы стараться чаще смотреть издалека стараться абстрагироваться до всего происходящего но преподавать это конечно немножко посложнее да все таки там майка в этот раз а когда я штриховала была черная да то я носила там немножко менялась да поэтому подложенная кого майка доход на бревно повешенная она была разная поэтому попал когда она была черная вот и ну да поэтому нужно абстрагироваться и если в начале работы мы с вами отходили смотрели на пропорции это потом отходили смотрели на ну и на движение конечно да потом отходили смотрели снова на пропорции на движение то сейчас мы должны смотреть на все вместе да то есть в идеале это тоже на пропорции на движение да и собственно не не бояться быть готовыми в любой момент немножко кстати подиум получился меньше да но он такой там символический конечно меньше чем натуре ну и как бы не хотелось вот вот получается так что нам надо быть готовыми в любой момент уже когда стадия тональная взять все эти пятна да то что он постепенно превращается в пятна эти все пятна стереть переделать перекрасить видоизменить уже даже в общем то и без построения как бы особенно какого то вот вот этот момент должен быть дальше потому что психологически возникает мысль что ой ну там столько сделано да чего там менять от этого надо как излечиваться стараться с одной стороны но понятно что мы должны при этом или смотреть все таки объективно да то что же бывает глупость когда что-то ему показалось там она побежали переделывать взял разрушил всю свою работу да то есть правка должна быть конечно по принципу не разрушить а дополнить не просто там кусок не понравился взял стер потом не смог то не собраться или времени не хватило да а именно сразу делая вот то что должно быть то есть не просто стереть а сразу сделать то что должно быть подтереть где это необходимо вот так вот таким образом вот и получается что мы должны досмотреть в конечном итоге как уже вот это вот тональное решение в целом да она все равно работает на движение на ощущение что фигура живая то есть движение не то что он идет куда-то да а то что фигура живая да то что сейчас скальп скотчет и побежит да условно летом станет и пойдет это вот ощущение от фигуры да это и есть как бы то что передает движение называемое движение да то есть соотношение осей вот и соответственно в то же время конечно мы смотрим как он вообще смотрится там по тону да где у нас путаница но естественно что сейчас если вы делать более длительным тональным то возникнет проблема ликвидации большого количества тональной путаницы достаточно такой тоже важный вот это один момент как бы да то есть то что нужно отходить во время как бы самого сеанса вот особенно в переменке какие-то да то есть перерывы когда там все натурщик там ходит куда-то ученики частью идут там чай пить кто-то может быть уходит курить на что не стоит вот а нужно найти время вот как раз вот перерывчик взять отставить планшет посидеть посмотреть может быть вот это тоже как бы все во время за во время сеанса есть второй тип отхода да он как бы желателен в перерывах между сеансами да потому что получается так что мы мы перерывах ты мы можем посмотреть во первых в одиночестве когда нас не отвлекают от сама атмосфера такой немножко разговоров там и так далее особенно это преподавателям конечно тоже актуально потому что если вы рисуете при учениках и соответственно вы же отвлекаетесь на них на всех поэтому край крайне сложно сосредоточиться вот и собственно говоря собственно говоря вот в промежуток рисунок кстати да интересно фото немножко такой чуть как бы серовато-зеленовато получается вот и вот в перерывах между сеансами очень и желательно как бы посмотреть так иметь возможность как бы немножко абстрагироваться от всего посидеть перед работой на любой и только в таким рисунком перед работой посидеть по по воображать себе по представлять а еще лучше конечно если есть время возможно взять альбом как их нет учебных рисунков там института какого-нибудь да там репинки суриковского может быть штиглица ну штиглица строгановки меньше да то что там все немножко другой рисунок ну хотя смотря как вы рисуете вот посидеть с этим альбомом попить чайку посмотреть на свой рисунок издалека с расстояния нескольких метров а то и дальше вот и снова полистать стоп поглядывать и конечно конструктивные должны быть выводы то есть не то что ой там в альбоме все прекрасно у меня все так ужасно это понятно должны быть такие что вот хочется сделать тот этот или вот ощущаю здесь вот необходимо сделать тот этот вот вот такая вот деятельность она конечно нам очень актуально очень полезно лучше всего чтобы она у нас была вот ну между тем какие-то полутона утемняются да он становится мягче она становится немножко объемнее да закругляются формы если где-то утемняется краям то как бы они туда закругляются вот эта рука относительно чуть мягче да решена то что как как бы там это на одном уровне стула еще чуть мягче чем ведро что еще здесь на чуть по сильнее понятно что конечно есть опасность перетемнить но с другой стороны иногда и нет да в темных кусках набирать немножко конечно если в дальнейшем этот рисунок продолжать то нужно конечно будет думать насчет тональной путаницы потому что уже сейчас образовываются прием он как бы приобретает более реальный тональный вид да то есть развиваемый нами от формы а не от тона он сейчас постепенно приобретает реальный тональный вид какие могут быть тут дальнейшие минусы да это утеря форм которые то есть нужно уточняет он все равно обращать внимание на формы на планчике то есть понимать как как в каждом месте уточнение тона да она тем не менее легонько намеком но сохраняет эти планы они превращают все в пузыри этот важный момент пузыри не должен превратиться вот как бы второй момент да это то что он превращаемый в тональный рисунок он конечно приобретает тональные к себе требования да то есть то что начинает постепенно видеться он как бы начинает претендовать на тональное решение так начинает выглядеть и соответственно естественно всплывают любые моменты связанные с тональной путаницей и так далее вот ну то поэтому если бы например его еще там пару сеансов продолжать то конечно нужно было бы эти моменты вот рисать ну так как приблизительно сейчас уже у нас осталось всего несколько минуточек и это у нас последняя серия по этому заданию и еще раз напоминаю что конечно же если говорить о том что наши ролики носят некий учебный характер то хотелось бы чтобы ими пользовались мы ими пользовались не тогда когда мы первые несколько месяцев карандаш да а когда мы по программе дошли до таких заданий вот и вот когда мы по программе наши дошли до таких заданий нам конечно нужно стараться не как бы не идти по пути наименьшего сопротивления в том смысле что ой ну я там учусь по видеороликам я живу там где художественной школы нет или есть на там что-нибудь не то поэтому вот я все сам ну а сам я конечно натуру найти не смогу и поэтому я просто буду срисовывать с экрана конечно должно быть не так рисовать все равно нам лучше с натуры что-то копировать можно но понимаете у нас на экране реально этот рисунок виден только урывками поэтому тут сложность в том чтобы взять верно пропорции и как бы в любом случае как бы рисовать мы большей части должны с натуры вот а какой-то процент можно конечно разных художников что-то немножко копировать вот а с натуры конечно это означает что мы должны находить реальные условия возможности для этого вот ну естественно надо понимать что он в общем то для освоения рисунка фигуры да нам нужно не один год да несколько лет таких вот именно вещей да а перед этим нужно пройти то что то что должно быть перед этим то что у нас все время обсуждается ну какие то акцентики уже сейчас ставятся небольшие да потом у нас был небольшой такой этюд вот с этой же постановки да сделан я надеюсь его выложить в относительно ближайшее время которое мое то а это да далее первые два Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, немножко не нравится обилие похожих по тону светлых мест. То есть, что-то, я думаю, было бы неплохо пригасить. Вот. А в то же время вы видите, что то, что нам на видеозаписи представлялось достаточно темным, почти черным, но на самом деле, конечно, оно так в силу условий съемки почему-то получается. А реально оно все помягче, посветлее. Ну, и, в общем-то, так, наверное, и должно быть. Поэтому, когда меня спрашивают, каким карандашом я рисую, я понимаю, что... Ну, непонятно, люди же будут это соотносить с тем, что видят на видео. То есть, значит, что будут давить и выжимать из карандаша черноту. Ну, и, как бы, и нет. Вот. Собственно говоря, спасибо вам за ваше внимание. Это наш проект художественного училища онлайн, где мы в форме группы ВКонтакте пытаемся пожить в атмосфере художественного училища. Да, не коммерческий проект. Может быть, кому-то он будет любопытным. И туда же лучше присылать ваши работы. То есть, не мне в личку, да, а лучше туда на стену, если вы хотите что-то показать. А это вот мои координаты. Если там какие-то занятия, там спросить еще что-то. Вот. И будет еще сейчас координаты. Это наша более старая группа ВКонтакте, да, которая фактически превратилась в склад полезной информации. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До новых встреч.